Ульяновская область Дмитрий Федоров. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Диана. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Вы несколько раз вступали в должность министра. Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Выходит, возможно? Возможно. Опыт работы в природоохранной сфере, постоянное повышение квалификации, работа с международными экспертами в сфере экологии, огромное количество друзей, экспертов по отдельным отраслям заповедного дела, мониторинга окружающей среды, предпринимателей, которые занимаются вопросами переработки отходов по всей стране, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья, позволяет мне выполнять функции руководителя такой большой отрасли, которая связана и с отходами, и с использованием лесных ресурсов, и с природоохранными моментами, и с мониторингом окружающей среды. Поэтому, наверное, и поступило вот это предложение от губернатора Ульяновского Сергея Ивановича Морозова возглавить вновь образуемое Министерство природы и цикличной экономики. Это очень интересное ведомство, в котором будут сочетаться вопросы охраны окружающей среды с вопросами эффективности использования полезных ископаемых и всех видов природных ресурсов, но и также из названия уже следует цикличная экономика. Это замкнутые циклы отдельных видов ресурсов, отдельных видов сырья. Это оборот твердых коммунальных отходов с повторным использованием большинства вторичных ресурсов, с развитием всей системы мусоросортировки, мусоропереработки и изготовления из вторичных материалов товаров народного употребления. Все это нужно экономике Ульяновской области. Совершенно верно. Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, какие задачи и цели Вы будете решать, достигать в первоочередном порядке? Важнейшая цель, конечно, это обеспечение экологической безопасности территории Ульяновской области и населения Ульяновской области. Из задач ведомства, конечно, это охрана окружающей среды, которая складывается из нескольких составляющих. Это работа по поддержанию баланса заповедных территорий, водоохранных зон и зон антропогенной нагрузки. Вот здесь есть скрытые конфликты, которые всегда возникают, ведь Ульяновская область это не только миллион гектар леса, но и большое количество автомобильных дорог, линий электропередач. У нас находится самое большое водохранилище на реке Волге, большая его часть расположена именно на территории Ульяновской области. Транспортные коммуникации, водная артерия, которая подпружена плотиной волжской газ имени Ленина, все они так или иначе оказывают определенное воздействие на окружающую среду. Из нескольких тысяч факторов, которые у нас связаны с массой предприятий, организаций, каждый из которых так или иначе тоже оказывает свое определенное негативное воздействие на окружающую среду, необходимо сформировать баланс, который позволит окружающей среде Ульяновской области восстанавливаться. Именно для этого работает программа заповедных территорий Ульяновской области. Это своего рода экологический каркас, это скелет из зеленых зон заповедных территорий, по которому осуществляются пути миграции и животных, и растений, и которые позволяют именно поддерживать стабильную экологическую обстановку. Ну и масса других нюансов, с которыми скорее больше знакомы специалисты, эксперты в области экологии. Игорь Васильевич, Вы можете назвать три главных экологических проблемы нашего региона? Я постараюсь назвать три главных проблемы и ранжировать их по степени значимости. Важнейшая экологическая проблема – это твердые коммунальные отходы и промышленные отходы. Ульяновская область сейчас, как и все субъекты Российской Федерации, входит в федеральный национальный проект «Экология», где одно из важнейших направлений – это работа региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это новые практики. Определены региональные операторы по четырем зонам, которые сейчас активно заходят даже в самые удаленные села, деревни, где жители никогда не видели не то, что контейнеры, но тем более мусоровозы. Но это современный тренд, это обязанность граждан Российской Федерации наряду с другими обязанностями сегодня, скажем так, оплачивать коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. Именно с помощью региональных операторов и других механизмов мы надеемся, что уйдут в ближайшие годы из нашего визуального контакта несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и свалка мусора. Вообще этот термин должен в ближайшие годы исчезнуть. Вторая важнейшая проблема, которая имеет отношение к окружающей среде, конечно, это сточные воды. Часть населенных пунктов, даже крупных населенных пунктов, такие как Старая Майна, Сенгелей, не имеют на сегодняшний день централизованных систем канализации. Это достаточно большая и серьезная проблема, так как сточные воды у нас недостаточно очищены и поступают в том числе и в федеральный водный объект. Масса программ и проектов, которые позволят нам сохранять водный баланс и сохранять природную емкость всех водных объектов Ульяновской области, это вторая такая важная проблема. Ну и третья экологическая проблема, которая, собственно, связана напрямую с человеком, это экологический нигилизм наших земляков. Экологическую культуру надо повышать. Мы будем очень плотно работать со всеми ведомствами, со всеми предприятиями, организациями. Мы подготовим наших специалистов так, чтобы они были вполне достойными спикерами, которые смогут внушить, рассказать, объяснить экологическую азбуку доходчиво, понятно всем. Начиная от дошкольников, школьников, студентов, взрослого населения Ульяновской области и по всем средам и социальным группам. Вы считаете, что с этим нигилизмом можно работать? Можно, нужно и будем работать. Ну что ж, хотелось бы в это верить, хотелось бы быть в этом уверенной. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Васильевич, вы приступили к новой работе, придя с должности заместителя главы администрации Сингелеевского района. Какое из своих достижений вы считаете главной заслугой на предыдущем месте? В рамках моих должностных обязанностей и поручений, которые я реализовал, было подготовить проект создания национального парка Сингелеевские горы. Пожалуй, это, наверное, главное достижение. Удалось за тот период работы вместе с коллегами из Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации подготовить и постановление распоряжения правительства Российской Федерации о создании национального парка, подготовить экологические обоснования и все расчетные моменты, касающиеся деятельности дирекции создаваемого национального парка Сингелеевские горы. Конечно же, в течение полутора лет я работал с населением Сингелеевского района, со всеми населенными пунктами, для того, чтобы подготовить вот эту ментальность того, что они теперь проживают на границе с самым уникальным в заповедном плане участком Ульяновской области, который уже носит федеральный статус. Это и определенные права, это и определенные обязанности. Пожалуй, это было и самое интересное, и в то же время самое сложное. Вы большая умница. Насколько я знаю, вы были инициатором создания Красной книги Ульяновской области. Это так? Или стояли у истоков ее образования? Это можно сказать и так. В 2004 году я объединил ульяновских ученых, и мы сформировали сначала рабочую группу, которая начала подготовку Красной книги. А после этого в 2005 году Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, утвердил редакционную коллегию. И вот я возглавил эту редакционную коллегию. Это очень большой, интересный был объект работы, потому что, помимо того, что необходимо было определить перечень видов растений и животных, которые на самом деле нуждаются в охране, которые исчезают, уменьшают свою численность. Но самое сложное в той работе было и самое интересное – это контакт с большой группой ученых. К тому моменту я сам имел ученую степень кандидата наук. И определенный опыт за плечами преподавательской работы со студентами вузов. Десятка три, наверное, научных публикаций на тот момент у меня уже было тоже в активах. Но вот соединить большую группу специалистов разных направлений природоохранной работы, экспертов по отдельным видам и группам растений, животных, насекомых, пресмыкающихся, грибов. Объединить их под одну задачу. Для того, чтобы сформировать вот эти вот 500 с лишним очерков. Каждый вид ведь имеет свой очерк. Описание его биологии, экологии. То есть получается, что в Красной книге в Риановской области около 500 объектов. Да, да. А наращиваете ли вы туда эта работа по увеличению численности тех объектов, которые нужно беречь? Продолжается? Мы выпустили уже два варианта Красной книги. Первая редакция 2005, вторая 2015 года. Вот вторая редакция у нас уже уменьшилась по количеству видов. Это связано с несколькими причинами. Часть видов подтвержденно за 10 лет была определена как виды, для которых, скажем так, не представляет сейчас численность, угрозу их исчезновения или вымирания на территории Риановской области. Поэтому часть видов, точнее, вообще была не определена вот за 10 лет. Список уменьшился. То есть в настоящее время составляет 500 видов. Дмитрий Васильевич, как, возможно, в детстве или в юности вы вообще пришли к тому, что природа и экология стала вашей миссией, жизненным увлечением, работой, профессией? Ну, здесь, наверное, из нескольких моментов это все сложилось. Первое то, что обе бабушки были педагогами, и в том числе одна была учителем Анны Семеновны, вот это моя бабушка по отцовской линии была педагогом, именно биологом. И, соответственно, она мне очень много рассказывала про экосистемы, отдельные биологические моменты. Это буквально прямо с самого-самого детства. И чуть позже отец, как тренер по легкоатлетическому многоборью, меня начал там тоже буквально с 6 лет брать с собой в спортивные смены, спортивные лагеря летом. И я попал в такое уникальное место в Ульяновской области, как Покшуатский дендропарк, в котором располагался областной спортивный лагерь «Сокол». Вот, собственно, там прошли летние периоды моего детства среди спортсменов. Но там была уникальная природа, и сейчас есть. И как раз, наверное, она напитала меня всеми этими моментами, которые потом определяли уже и образование, и выбор профессии, и дальнейшее самосовершенствование постоянное. Собственно, я стараюсь себя держать в актуальных рамках. Очень внимательно слежу за всеми новеллами природоохранного законодательства. Очень внимательно смотрю опыт своих коллег, как в России, так и в странах зарубежья. Дмитрий Васильевич, вернемся к проблематике нашего региона. Моловка общества «Гиппократ». В последнее время жители снова жалуются на зловоние, которое идет от завода. Что там произошло снова? Ведь было же какое-то затишье. Дело в том, что предприятие продолжает работать. В технологическом цикле в любом случае мы видим, что получается образование вот этой вот так называемой барды, которая имеет специфический запах. Мне предстоит погрузиться в эту проблематику, и я планирую посетить уловку и посмотреть своими глазами на то состояние, которое там сейчас. Как мне рассказали коллеги, в настоящий момент все действует по утвержденному плану. Сам пруд, который принимал часть сточных вод от Гиппократа, в настоящий момент спущен. Он зарос растительностью. И водосбросное сооружение тоже в настоящий момент частично разобрано. Поэтому там предстоит произвести очистку дна вот этого вот водоема. То есть вы считаете, что это может решить проблему? Это проект. Там накапливались вот эти иловые массы, которые содержат определенное количество, в том числе вот этих вот органических загрязнителей. Поэтому предстоит их почистить, переместить на соответствующие подготовленные площадки, так называемые лоотстойники. И, конечно же, наши коллеги из Федеральной службы Росприроднадзора, это объект, сам Гиппократ, подведомственный именно Федеральному экологическому надзору, они внимательно смотрят за технологией и за теми процессами, которые происходят внутри на предприятии. То есть вот все, что за периметром предприятия, это будет задача как раз Министерства природы и цикличной экономики. Но здесь мы разделяем ответственность с нашими коллегами из Управления Росприроднадзора. Все, что за пределами внутренней производственной площадки и наведение порядка там, с экосистемой вот этого всего предприятия, это, конечно, уже их полномочия. Мы туда не сможем внедряться. Поэтому вникну и надеюсь, что мы ту программу, которую наметили по восстановлению и экологической реабилитации водоема, мы ее реализуем в полном объеме. Конечно, очень хотелось бы надеяться, ведь жители Муловки считают, что то, что они ощущают каждый день, это совершенно несовместимо с комфортной жизнью. И тем не менее какой-то баланс найти нужно. Окей, будем наблюдать. Дмитрий Васильевич, недавно массово в Пензенской области на реке Сура гибла рыба. Не доплывет ли эта беда до нас? В курсе ли вы этой проблемы? Я в курсе этой проблемы. Мы смотрели воду в Суре на предмет наличия химических загрязнений. Явных признаков какой-то сторонней химии в водоеме на момент отбора проб не было выявлено в Ульяновской области. Что было выявлено в Пензенской области? Мы видим, что Пензенское водохранилище в результате продолжающейся жары, скажем так, в этом году зацвело такой вот народный, как бы, да, вариант размножения одноклеточных сине-зеленых водорослей чуть раньше намеченных сроков. И это происходило весьма интенсивно. То есть, соответственно, у нас вот получилось такое огромное, как бы, органическое загрязнение вот этого вот стоячего водоема. То есть, понимаете, возникает такой зеленый бульон, который не пропускает через себя жабры многих видов рыб, малек. И, соответственно, вызывает это все массовую гибель. Все сине-зеленые потребляют растворенный кислород в воде. И, соответственно, происходит замор рыбы. Вот все, что там произошло, скорее всего, отголоски докатились до нас. Но на территории Ульяновской области Сура представляет собой проточный водоем с хорошо перемешиваемой водой, в который еще впадает масса ручьев, чистых, родников, которые также перемешивают вот это вот воду. Поэтому я не вижу проблем по вот этой части сурчане подтвердили, что стерлядь есть. Это радует. Дмитрий Васильевич, говорят, что, точнее, вы говорили недавно моим коллегам, что для борьбы с браконьерами, а эта проблема существует в регионе, используются квадрокоптеры. Что в техническом оснащении изменилось в министерстве за последние годы в ведомстве? В нашем ведомстве, в подходах ведомства, будут использоваться все технические инновации, которые опробированы очень хорошо и используются во всем мире в подобных структурах. Конечно, это и квадрокоптеры. Мы очень благодарны целому ряду арендаторов лесных участков, которые приобрели квадрокоптеры и очень активно их используют в своей работе и по использованию леса, и по борьбе с лесными пожарами. Как раз я вам рассказывал о том, как с помощью квадрокоптеров был потушен очень большой площадной пожар в Новоспадском лесничестве. Также работают с помощью квадрокоптеров в Николаевском лесничестве, в Барышевском лесничестве, то есть активно осваивают вот эту технику. Кроме того, конечно же, это приборы фото-видео фиксации. Это очень действенный механизм, он очень хорошо и быстро себя оправдывает. Это, во-первых, борьба с несанкционированными свалками, мониторинг проезжающего автомобильного транспорта в лес, из леса. Это и мониторинг лесозаготовителей, то есть это борьба с незаконными рубками, с черными лесорубами. Поэтому вот фото-ловушки, фотофиксацию будем очень активно использовать именно в борьбе с лесонарушениями и с нарушениями по размещению твердых коммунальных подходов. Дмитрий Васильевич, отличаемся немножечко от Вашей работы. Я знаю, что Вы большой поклонник здорового образа жизни. Участвуйте в марафонах, ходите в походы. Расскажите, что для Вас ЗОЖ? Для меня ЗОЖ – это не три буквы и не словосочетания, это для меня, в принципе, принцип жизни. Каждое утро подъем, шесть или десять километров кросса, два по сто приседаний, два по пятьдесят отжиманий, турник. Ну, это стандартное утро. Конечно, с нетерпением жду воскресенье, потому что в субботу не всегда выпадает, в субботу, скорее, бывают рабочие. А вот в воскресенье уже полностью посвящаю себя именно таким длительным нагрузкам, длительным пробежкам. Самое главное – это держать свой организм, постоянно давать ему предельные нагрузки. Потому что как только мы перестаем выходить из зоны комфорта, начинаем очень быстро сыпаться. Ну, как по-народному, да? Поэтому для меня как бы важно заниматься своим здоровьем, постоянно заниматься физическими упражнениями, этим занимается и моя супруга, и мой сын. Они разделяют, как бы, мои убеждения. С 2014 года мы с супругой активно экспериментируем по здоровому питанию. Я думаю, что тут тоже у нас есть очень много интересных таких опытов, которые мы над собой ставили, которые принесли очень позитивный результат. Что для вас здоровое питание, Дмитрий Васильевич? Вы не веган? Ну, не стопроцентное, но почти, да. И, конечно, это основная масса продуктов и диеты – это овощиная и фруктовая. Минимум молочных продуктов и минимум, конечно, мяса. А как же белок, который так важен спортсменом, бегуном? Орехи. Столько же белков, те же аминокислоты. Набор белка получится легко оттуда. То есть по своим, скажем так, физическим характеристикам, если вы меня протестируете сейчас, и тогда, когда я активно употреблял мясо, я сейчас ничуть не хуже, а может, и лучше. Скажите, пожалуйста, ваша супруга составляет вам компанию в пробежках? Да, конечно. Это она делает те эффектные кадры, которые вы выкладываете в соцсетях? Да, да, да. Насколько я знаю, вы покорили Эльбрус, это так? Много раз. Правда? Да. Скажите, вы берете в свои походы, вот такие вот высокие, далекие, какое-то особое питание. Где вы его достаете? Да ничего там, собственно, такого фантастического-то и нет. Это те же самые орехи, курага, это сублимированные каши. В горах аппетит не сумасшедший. Там, особенно на высоте выше 5000 метров, еду приходится в себя впихивать, для того, чтобы хотя бы какую-то калорийность получать. Потому что там скорее отдаешь все калории эти, да. Дмитрий Васильевич, а какое из ваших путешествий и походов вы можете вспомнить как самое захватывающее? Ну, наверное, это 2008 год, это путешествие в Фанские горы. Это Республика Таджикистан. Это горная система Памир-Алай. Это очень красивое место, просто очень дикое, где на 200-300 километров практически нет населенных пунктов, нет цивилизации, нет сотовой связи. Ну, ничего нет. То есть это вот настолько возможность вернуться в первозданную природу. Вот для меня как бы горы представляют такую уникальную именно суперценность, потому что это минимально нарушенная экосистема, где нет признаков присутствия человека, в том числе инженерных сооружений, коммуникаций. И эта среда, она достаточно агрессивная, особенно для неподготовленных людей. Поэтому вот как раз нужно постоянно держать себя в форме, чтобы попасть в горы, там, суметь там за один день преодолеть несколько, и десятков километров приходится преодолевать, как бы с достаточно сложными условиями рельефа, за плечами, с большой массой, как бы. Куда вы собираетесь в ближайшее время, если такая возможность выдастся? Если мне выдастся возможность, то я на новогодние каникулы съезжу на Центральный Кавказ, Кабардино-Балкарию, и, ну, есть одна задумка. Там же будет холодно. Там будет очень холодно, очень ветрено, будет очень глубокий снег. Это так и надо, да? Вы экстремал. Чем хуже, тем лучше, да. А что вы получаете от этого адреналина? Ну, вы понимаете, вот, для меня это уникальный опыт выйти за пределы комфорта, потом очень сильно выйти, скажем так, из обычных. Скажите, а работа чиновником, это не выход за пределы зоны комфорта? Нет, я бы не сказал. А случается ли такое, что, отстаивая свою точку зрения, вы вступаете в противоречие с властями? Да, бывает. И да, достаточно часто. Вы принципиальный человек? Принципиальный. Если отвлечься от экосистемы, то какую страну вы можете назвать своей любимой по совокупности факторов? Россию. Правда? У нас все есть. Экосистема есть. Скажите, Дмитрий Васильевич, а есть ли тот опыт, которым вам по ходу работы приходилось соприкоснуться, в стране или за рубежом, который вы считаете возможным перенять и заимствовать Ульяновскому краю? Это опыт работы с населением по заповедным территориям и по экологическому образованию Германии. И примерно такой же опыт Швеции. Это такие уникальные методики, которые позволяли, в том числе законодательство, аналогичным ведомствам заниматься экопросвещением больших аудиторий, как бы вовлекая их и в эко-волонтерские проекты, и в различные проекты курирования заповедных территорий. А что это были? Тренинги, мастер-классы? Начиная с специально оборудованных зон, таких как эко-дом, эко-жилище. Соответственно, это построенная идеальная в экологическом отношении конструкция жилища, квартиры, дома, где есть независимая солнечная генерация, то есть панели, собирают энергию, аккумулируют ее в подвальном помещении. Водообмен замкнутого цикла, то есть вся вода, которая используется в, собственно говоря, в рукомойнике, в умывальнике, в душевой кабинке, в ванной, в стиральной машинке, в посудомоечной и так далее, это вся вода, она вот один раз отобрана, скажем так, из скважины или из водопровода, и потом уже все системы очистки сконцентрированы тут же. И идет постоянно... Вы считаете, что наш регион технологически готов к этому? Мы же двигаемся. Ветрики у нас появляются, солнечные генерации у нас появляются. Это не только пример станкостроительного завода в Заволжье, это вот ближайший пример, это Ульяновская районная больница в Ишиевке. Три корпуса, которые оснащены солнечной генерацией, и они полностью, скажем так, вот эти солнечные панели, которые расположены на крышах стандартных административных зданий, потребности в электроэнергии закрывают больницы, и даже чуть-чуть остается для рынка. Дмитрий Васильевич, скажите, а насколько школьники сейчас экологически продвинуты? Я знаю, что каждая школа, особенно в год экологии в России, была озадачена проектами, все с энтузиазмом или нет, вот это к вам вопрос, писали исследовательские работы, делали кормушки и так далее. Вот это делается для галочки или дети действительно горят идеей? Дети восприимчивы намного больше, намного быстрее проникают идеей сохранения окружающей среды, когда начинаешь на доступных примерах рассказывать, что одна батарейка из телефона, не знаю, там, из часов выброшенная, отравляет полтора квадратных метра на глубину до одного метра, и вот эта, собственно, почва, которая навсегда уже отравлена, вот этой вот химией, как бы, они вот очень это воспринимают, очень близко, как бы, принимают, и методики работы по экообразованию школьников, даже начиная с детского сада, вот, совсем младшеньких ребят, они, как бы, больше и быстрее приносят результат. Но со взрослым населением тоже надо работать, как бы, и есть методики, опять же, определенные. А что, кроме субботников, может вовлечь взрослого человека в раздумья? Когда мы начинаем им рассказывать, опять же, да, и приводить на таких примерах, как вот их любимые места отдыха. Опять же, когда спрашиваешь перед тобой аудиторией в 50 человек, где вы любите отдыхать, поднимают руки и говорят, вот мы с семьей на машине выезжаем, там, на берег такой-то речки, да, ну, и как вам там нравится? Нравится. Вы шашлык там готовите? Готовим. А вы с собой продукт привозите? Привозим. А вы все за собой убираете мусор? Поднимите руки, кто убирает? И вы понимаете, вот у них совесть-то внутренняя есть, и не все поднимают руки. То есть мы сравниваем количество поднятых рук до, когда, куда вы едете? А мы едем на природу. А вы все за собой мусор убираете, и раз, все сразу, так вот, да, не у всех поднимается, вот, 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 и как раз им начинаешь, вот, ну, вы же туда возвращаетесь, вы же туда опять приезжаете. Вы потом пишете нам письма. А почему там на берегу этого озера так грязно? Кто оставил этот мусор? Мусорный бак стоит через 200 метров. То есть просто это вот отсутствие такого хорошего экологического рефлекса убрать за собой, оставить так, как было до тебя. И все это убрать, в крайнем случае, увезти с собой до ближайшего контейнера. Дмитрий Васильевич, а какое ваше любимое место отдыха в Ульяновской области? Сангилеевские горы. Вы туда выезжаете просто для подзарядки или тоже продукты вывозите с семьей, с пикнички? Нет, пикнички на природе, это у нас осталось там, не знаю, уже больше 10 лет назад. Давным-давно этим не занимаемся. Мы же ведь как... Вы так любите природу? Мы приезжаем на природу для того, чтобы посетить очень большую территорию. Ведь если нам за один день удается преодолеть бегом где-то порядка 30 километров, там иногда больше, то это половина Сангилеевских гор мы пробегаем вот за 3 часа. Собственно, нам для этого не надо много с собой продуктов. У нас легкие сумки, где есть полулитра воды, потому что мы знаем, где родники есть, где можно попить из лужи, и все нормально будет. И, собственно, горсть кураги, все, вот этого хватит. Дмитрий Васильевич, недавно в собственном аккаунте в Инстаграм вы были замечены на выставке ретроавтомобилей в очень модном луке. Расскажите, пожалуйста, ваш ли это был автомобиль? Любите ли вы тематические мероприятия? Я очень люблю эпоху рок-н-ролла и рок-обили. Это мое хобби с 17 лет. В далеком 1987 году я стиляжил, тогда еще старшеклассником в городе Ульяновске. Мне очень нравились как бы вот и лодочки, и галстуки, пожар в джунглях, и баки, и был у меня такой кожаный портфель с двумя пряжками. То есть именно вот эпоха рок-н-ролла, рок-обили, вся атрибутика того периода, она какая-то была такая яркая, красивая, она оригинальная, добрая. То есть когда ты не такой, как все, а можешь о себе как-то заявить в том числе и рок-н-роллом. Я очень хорошо танцую твист. Мы с супругой немного разучивали элементы спортивного рок-н-ролла и кое-что даже умеем. Вот поэтому в этом плане как бы рок-н-ролл это для меня не только рубашка пожар в джунглях, но это и, конечно, музыка того периода, рок-н-ролла. Я очень люблю рок-н-роллы того периода, в том числе и советские группы, которые исполняли тогда рок-н-ролл. И, конечно, современные зарубежные, российские группы, исполняющие рок-н-ролл. А кто ваш любимый исполнитель? Рок-н-ролл. Сложный кой вопрос, да. Вы знаете, мой любимый исполнитель Депеш Мод. Это группа, которая не рок-н-ролл, но она мне, конечно, просто больше нравится, чем все остальное из музыки. Хотя я очень всеядный в музыке. Дмитрий Васильевич, для родителей очень важно гордиться своими детьми. Вы гордитесь сыном? Я горжусь сыном. Я горжусь, что он твердый. Он старается проникать глубоко в суть вопроса, которым занимается. Кем он работает, если не секрет? Он пошел по линии отца? Он учится в инженерном вузе. Он еще студент, но он от отца он наследовал любовь к спорту, к горам. То есть он как бы также занимается альпинизмом. И думаю, что из него вырастет достойный мужчина. Не сомневаюсь. Дмитрий Васильевич, а вы можете назвать то качество ваших молодых соотечественников, которое нужно обязательно искоренить? Гаджетозависимость. Это просто ужас. Когда молодые люди проводят по статистике больше 50% своего времени в гаджете, когда я вижу идущих по улицам города Ульяновска людям, которые только до светофора, а потом опять они уткнулись. И вот такая цифровизация человека, но это не есть хорошо. Я считаю, что это просто уже болезнь, которую надо лечить. И, наверное, очень хорошо, что в целом ряде школ забирают телефоны, как минимум на учебный процесс, и выдают только после его завершения. То есть как минимум дети на переменах не лезут в соцсети, в какие-то новости и так далее. То есть это все, я считаю, что это нужно дозировать. Покуда мы не научимся быть нормальными, аналоговыми людьми, а не цифровыми, то есть о чем идет речь? Ну и вы посмотрите на этих оцифрованных молодых людей. А что у них есть в физическом плане? Никто из них не в состоянии пробежать даже один километр или пять раз подтянуться на турнике. То ужас, такого раньше не было. Дмитрий Васильевич, спасибо вам огромное за ваши искренние, живые, эмоциональные ответы на вопросы. Дорогие друзья, отказывайтесь от гаджета зависимости, вставайте на рельсы спорта. С нами сегодня был рок-н-ролльщик, спортсмен, министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров. Смотрите нас на улправда.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова